Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передачи «Исторический факт». Прошедший год был объявлен годом Этима Имина, и сегодня нам хотелось бы поговорить о нем. И в гостях сегодня у нас доктор филологических наук Нагиев Файзудин Рамазанович. Файзудин Рамазанович, рад вас приветствовать на студии. Спасибо, ассаламу алейкум. Файзудин Рамазанович, творчество Этим Имина всем нам хорошо известно, так как мы проходим его стихи, изучаем его стихи в школе и так далее. Но как бы о нем, о самом, мало что известно. Даже вот сейчас век, информационный век обилий информации, даже в интернете найти о нем какую-то информацию довольно тяжело. Что бы вы могли сегодня нам поведать о страницах его биографии? Действительно, и тем не менее, написано как бы много взаимоповторяющиеся информационные данные. Но до сих пор остается дискуссионными вопросами о месте его рождения, о времени его рождения, о месте его учебы, кто были учителя. В общем, есть целый ряд вопросов. Потом, значит, о полном корпусе его стихов, его поэзии. Писал ли он эти стихи или не писал. Об этом постоянно извечные споры. Особенно спорят по тому факту, что из-за того, что поэзия Эмина, стихи Эмина собирались из уст народа. Как любимого поэта, значит, кое-кто запоминал эти стихи. Вот в свое время, в 20-х годах, Гаджибек Гаджибеков, наш лингвист, он собирал, записывал у Сулеймана Стальского по свидетельству Натальи Копиевой. С утра почти, после обеда, когда приходил, тоже они записывали. То есть Сулейман Стальский знал много стихов, не только своих, и восточных поэзии, и Этим Эмин, в том числе. А почему вот такая неясность в его биографии? Этим Эмин жил довольно позднее время относительно, да, это вторая половина 19 века. А почему вот такая вот нестыковка получается в его биографии? Потому что, во-первых, его отец из селения Целинг, нынешнего Курахского района. Когда его отец на службу переезжал в селение Ялцук, и Этим Эмин родился в Ялцуге. Теперь между двумя селами споры, где родился Эмин. Вот хотя любимый поэт, каждый хочет на себя, как говорится, потянуть. Ну, это, в этом ничего плохого нет, каждый хочет. Но все равно это общий лезгинский дагестанский поэт, которого все любят, знают. И вот такие биографические факты о нем, значит, они остаются даже посередине спорные. И когда он родился, некоторые говорят о датах его смерти, рождения. Я в этой книге все описал, значит, это в 2002 году, изданная книга, значит, «Этим Эмин. Путь к истине». Здесь как раз, где родился, когда родился, с использованием переписи семейных архивов, вот это, значит, центральных архивов. Значит, и вот эти данные, хотя они многими освящены, остаются еще спорными, как бы сказать. Это первое. Во-вторых, его рукописи исчезли. По свидетельству его родственников, когда после землетрясения переселяли Ялцук в нынешний Эмин-Хыр, это ныне называется его именем, Сульман Стальского района, якобы в то время арабские записи, они как бы боялись обнародовать, думали, что это религиозно, и все. Не все могли читать, а Джамми писал Эмин. И они были зариты на пригорке под каким-то яблением, деревом или там по свидетельствам родственников. В общем, одним словом, они исчезли. Утерянные моменты. Да. Многие стихи восстановлены как бы из уст. Поэтому эти стихи, кроме авторского замысла, авторских слов, содержат много наносного от тех, у кого они переписывались. Поэтому, начиная с самых первых книг, вот это первое издание является, вот в 1927 году была издана, вот это стихи Шаиринч Алар, стихи поэтов. Здесь Ашук Султан, здесь Сулейман Стальский, здесь Етим Эмин. Вот это издал Гаджибек Гаджибека с предисловием Шахабудина Мейланова. Это первая книжка, как бы сказать. Эту книжку, надо подчеркнуть, издали просто кружок студентов, обучающихся в Москве, за свои средства издали эту книгу. В общем, очень, так сказать, похвально. Вторая книжка, она 28-го года. Вот здесь тоже, но это на Аджаме, и это на Аджаме, Аджам книга, да. Тоже предисловие Шахабудина Мейланова и составление Гаджибека Гаджибекова. А третья книга, вот из той же серии ранних, это предисловие и составление самого Гаджибека Гаджибекова уже на латынице в 1931 году вышло. Вот во всех этих книгах, но здесь в последнем больше, там меньше, меньше, больше. Но все равно, когда Гаджибеков записывал эти стихи у Сулеймана Стальского, но он записывал в Ахтынском диалекте, хотя Сулеймана Стальский диктовал ему на Куринском диалекте. Это стало тоже причиной, как бы, споров, да? Причиной, даже это не причиной споров, это причиной искажений, да, искажений. Вот следующая книга 1948 года, это, значит, Назир Ахмедов, редактор и составитель, и здесь даже цензор и предисловие Магомеда Гаджиева. Здесь на каждой странице у него подпись есть, это мне подарил Мавлуд Ахмедов, сын Назира Ахмедова. Одним еще стихотворением, настроением Гевильдис называется, это тоже такое искаженное стихотворение, о нем тоже очень много споров. В общем, что я хочу сказать, каждый составитель, издатель, видя какие-то искажения, он вносил, исправлял свои поправки. С одной стороны, казалось бы, хорошо. Да, благое дело как-то. Да. С другой стороны, с точки зрения текстологии, тут... Искажается оригинал. Да, искажается. В принципе, оригинала нет. Оригинал, тот основного текста, от которого можно было плясать, нет. Поэтому споры идут на том, что за, допустим, 80 лет от издания первых книжек шло-шло-шло, и народ привыкает к определенным, значит, формам этого стихотворения, и помнит даже каждое слово где. Теперь, когда издаешь... Я вот в 2000... Ну, в прошлом году издал... Вот здесь наиболее полная книга. Здесь есть его религиозные стихи, которые я еще в 1992 году в Турции записывал, вот в журнале издавал я их. Вот. Потом, значит, мы издавали киринский алмонах, рукописный. Здесь 100 с лишних авторов, но здесь 50 стихотворений Етимия Эмина, его брата Мелика. Это часть моих средств я издавал, некоторые мне и помогали. Вот. Поэтому это все используя, я издал эту книгу. Я не скажу, что в этой книге нет искажений. Есть. Есть, где я ошибался. Просто механических тоже много. Потому что, когда человек работает, бывает, да, по разным причинам. Ну, я это указываю здесь, эти записи, вот, допустим, где нужна была эта страфа, где там ссылка, она оказалась в середине какой-то. Ну, это, есть такие вещи. Но основное, вот эта книга встречена с очень большой злобной критикой. Злобной критики, потому что, как бы, есть сомнения, то, что, насколько представлены там оригиналы, да, опять? Да, во-первых, я, значит, когда издавал эту книгу, смотрел вот это стихотворение, допустим, да, как оно в предыдущих изданах. То, что страфа мне оттуда нравилась, особенно у Галиба Садаки, он в 80-м году и в 95-м году издавал вот два сборника. Особенно я за основной сборник брал сборник 1995 года. Это наиболее такой объемный сборник, хотя и там есть сочиненные за имена стихи, не его почек. Вот. Ну, все равно там есть лучшие строки. Фразин Рамазанович, что-то в советскую эпоху активно публиковались произведения, эти имена изучались в школе и так далее. Но, соответственно, в тот период не все его творчество было опубликовано. Вот вы сказали, есть часть духовной его литературы, которая, как сейчас, вы ее заново опубликовали. Вот, имея опыт анализа всего его наследия, что вы можете сказать? Я могу сказать то, что люди привыкли то, что у имена нет религиозных стихов. Ну, люди так думают, потому что они, как бы, воспитаны еще советской эпохой. Да? Вот. Даже написано стихотворение о бунтах 1877 года, Кавказской войне. Он пишет, когда же закончится этот переполох, этот инкилаб, эта революция. А составители, когда же начнется революция? Понимаешь? До такой степени... Искажали просто наоборот, получается. Это даже не искажение, это уже фальсификация, да. Таких моментов много, когда убирались там религиозные терминологии, очищались, это... Но я хочу сказать, находятся люди, хотя многие в споре, там, в злобной споре, когда, тихо, мирно издают и такие книги. Вот это мула Ичинской мечети в Сулеймонстальском районе, Рустамов Ариф, он издал за свои средства Диндин Ши Ирар. То есть религиозные стихи Тимимина довольно внушительные. И сам там комментарий дает. Этот человек потом в сетях, в этих... Кто он такой мула, безграмотный? Но Аджами написанные вещи, он читает же... Он перевел на кириллицу и издал? Кириллицу, да, в кириллице и издал. А чему посвящены стихи его? Его стихи здесь особенно большие спори о стихотворении Сильсила. То есть от Мухаммада до последнего, значит, как бы венец передачи венца, вот это золотой ветер, как бы, да. Вот он описывает именно вот всех их благородные деяния. Вот. Это очень... Такой документ хороший, документ, по которому мы можем вот эту всю цепочку как бы наглядно изучать, узнать об этом. Это очень информативное стихотворение, звучание. Вот вы опубликовали некоторые старые рукописи. Это если не сохранились оригиналы его стихов. Вот что за рукописи вы опубликовали? Вот эта рукопись около 80 лет, 70 лет лежала, значит, это пол рукописи, кстати. Она вот такая, этот, с одной стороны обложки была порвана. Это в архиве Гайдаровых, Раджиди Недович, профессора Гайдарова. Эту книгу нельзя было держать в руках, потому что как сухие листья, вот эти осенние, она распадалась. Понятно. Я пожалел, я говорю, Малин, давай я издам. Да нет, никому он не доверял. Ну, наконец, его сын, мой друг, мы уломали его, как убедили, и я издал. Ну, рукопись вот эта кому сама принадлежала? Это рукопись вот так, в то время, на хорошей бумаге, вот люди передавали, я вот поэт, я пишу свои стихи, потом говорю, Хаджимрад, вы же пишете стихи, вот это у вас будет, вы напишите. А, такой некий сборник составлялся. Да, да, вы пишете. Потом Хаджимрад через полгода или месяц заканчивает, дает Али какому-то, Али. Вот так она по рукам даже многих, даже табасаранские поэты есть здесь очень много, есть азербайджанские. Вот поэтому это очень ценная книга, хотя, опять-таки, эту книгу тоже Хаджимрад, но она теперь сохранится, благо, что она уже как бы в твердой обложке, она сохранится в тысячи экземпляров, мы его издали, вот за свои средства. Вот такое положение. Ну, естественно, споры, основанием споров служит то, что, да, именно любит весь народ, и каждый его считает своим этим, и так реально спорят, в этом нет ничего плохого. Но плохо тогда, когда споры переходят на личности и говорят, кто ты такой, уже начинается, если уж на то пошло, значит, у нас тоже вот знающих вот досконально поэзию Эмина мало. Один из них, очень хороший поэт, народный поэт Дагестана, Арбен Кардаш, в свое время вот такую книгу переводов Эмина, очень хорошие переводы, в отличие от русских переводов, потому что он носитель лезгинского языка, сделал хороший перевод. В этом году вышла его книга «Размышления о Этимимине». Великолепно, как говорится, о его стихах, беседу ведет. Вот. Наша цель сейчас вот такая, да, собрать комиссию, вот на этой комиссии каждое стихотворение пронумеровать, сказать паспорт стихотворения, вот так, больше вот не подлежит никаким, значит, исправлениям и издать академическую, такой академический сборник стихотворения Эмина. То же самое нужно и Саиду делать, то же самое и Сулейману Стальскому, потому что эта работа должна, как говорится, переходить через все эти споры и до завершающей точки. Файзин Рамазанович, немного расскажите о самом Этимимине. Он родился в 1848 году. Нет, в 1938 году. В 1938 году, когда еще шла Кавказская война. Да. А его жизнь и активная деятельность прошла уже в поствоенный период, да? Вот уж какую эпоху он жил, какие проблемы его беспокоили вот из того наследия, что вы изучили, что можно сказать? Его биография, его стихах. Его биография, его стихах. Его поэзию можно разделить на несколько вот таких условных этапов, да? Это, значит, любовная лирика, тончайший лирик, который знал все струны человеческой души до тонкости. Это действительно мастер стиха. И тем более эти искажения некоторые, когда не соответствуют такому мастеру стиха, человек, который сам сочиняет стихи, он сразу видит, где это слово не на своем месте. Вот такие, как Арбен Кардаш, вот, допустим, могут сказать, а не те, которые просто спорят, лишь бы, лишь бы. Вот в этой любовной лирике очень много посвящений его возлюбленной, Тукэсбан. Тукэсбан – это переводится имя госпожа цветов. Само имя тоже вот. И семь лет Эмин ждал, ее выдали замуж за другого, пока потом муж умер, она стала вдовой, потом они могли соединиться, и Эмин всю жизнь любил одну женщину. Потом, когда нужно было посвящать любимое стихотворение, нельзя же чужой жене стихотворение посвятить, это мусульманскому. Он называл их там, севдюгим, назаны, там что-нибудь такое. Другими уже именами. Другими именами называя, воспевал одну. Вот такой гимн беззаветной любви. Это одна сторона. Вторая сторона, допустим, гражданская, философская лирика. Эмин – очень такой социальный, народный поэт, который опять-таки чувствовал все беды трудящихся масок, потому что он жил в гуше народа, все проблемы народа знал. Знал, что хорошо, что плохо народу. Он получил в свое время блестящее образование, обучаясь переменно по разным медресе. Вот там устаз в медресе говорил, сынок, ты здесь получил все, уходи. На следующую ступень. И он учился в селении, ныне Ашагасталь, раньше назывался Агакран. Агакран, там было два медресе от Лухана Эфенди. Этот род, от Лухана Эфенди, это ученые. В этих медресе изучали и логику, и математику, и теологию, языки, фарсы, тюрки, араб, и поэзию, поэтику изучали. Сам Агакран Эфенди писал стихи, его внук Абдул-Фатах Эфенди писал стихи, его сын Абдул-Гамида Эфенди писал стихи. Но в 1877 году, как участника Абдул-Гамида Эфенди, в Дербенте казнили через повешение. И других братьев, и этих сослали в Сибирь, а медресе и их дома сожгли. И все вот их достояния, вот эта наша духовная культура, она была сожжена. А самого Этим Эмин коснулось этого ослания как-нибудь? Вот сейчас скажу. Этим Эмин тоже написал об этом роде, в общем, о своем учителье Абдул-Гамида Эфенди, о всех участниках. Это с сожалением писал, что они вот такие беды испытали. Но он болел, больной лежал в это время. Он был сочувствующий этому восстанию. Естественно, если бы он был в это, хотя он не согласен был с эмиссарами из Турции, он понимал, что он даже в своих стихах это осуждает, что принесли, из-за чего мы принесли столько бед. С одной стороны, он это осуждал. С другой стороны, как говорится, очень такое насилие царского правительства в подавлении восстаний, чрезмерное насилие. Вот это тоже. Даже он говорил, Россия сей гнет, когда-нибудь к самой вернется. Вот это говорил. Вот поэтому он не мог участвовать. Конечно, под влиянием этих он бы участвовал, потому что, чтобы не посчитали его, как бы, да, он бы участвовал. Фазидин Рамазанович, скажите, пожалуйста, вот в советскую эпоху его наследие широко терроризировалось, но до прихода советской власти он как бы находился чуть в опале, так скажем. Почему вот такое разное отношение было у власти к нему? Потому что хоть он не участвовал в бунтах 1877 года, все равно он был сочувствующим и, соответственно, отношение царской администрации было такое, его сняли из должности и все. И поэтому, но он жил в народе, его поэзия жила в народе, а в советскую эпоху его считали уже муллой. То есть и в советскую эпоху особо не угодили. Поэтому, издавая вот первые стихотворения, сборники стихов, и до последнего его духовную поэзию, его религиозные стихи, которые сохранили турецкие лезгины, это не издавалось. А когда сегодня мы издаем, говорят, вы кого из именно делаете чуть ли не... Но он не был ортодоксом. Он был нормальным. Это, кстати, суфийское течение. Он поклонялся как бы, да? И в его стихах очень много суфизма. Поэтому вот такое отношение было в обеих эпохах. Фазидин Рамазанович, очень исчерпывающий разговор сегодня у нас получился. Вам спасибо, что пришли к нам, нашли время. Мы желаем вам дальнейших успехов в ваших изысканиях. На этом мы, к сожалению, с вами прощаемся. Дорогие друзья, саламу алейкум. Абхатуллах.